Земля обладает суточным и годовым вращением, и система отсчёта, связанная с ней, является не имерциальной. В такой системе появляются дополнительные силы, влияющие на движение материальных тел. Эти силы — силы инерции. Рассмотрим проявления сил инерции, обусловленных суточным вращением Земли. Представим себе систему, вращающуюся с постоянной угловой скоростью. Наблюдатель, находящийся в этой системе, видит отклонение нитей с грузами от вертикали и объясняет это явление действием некоторой силы. Эта сила и есть центробежная сила инерции. Её величина пропорциональна массе груза, квадрату угловой скорости вращения и расстоянию от оси вращения. Таким образом, в состоянии покоя в этой системе координат на грузик действуют три силы. Тяготение, натяжение нити и центробежная сила инерции, сумма которых равна нулю. Наличие центробежной силы инерции приводит к зависимости силы тяжести от широты местности. Разберём это явление, несколько утрируя величину центробежной силы. На полюсе центробежная сила отсутствует, так как груз находится на оси вращения Земли. Поэтому сила тяжести здесь определяется только притяжением Земли и направлена строго к центру земного шара. Если груз находится не на полюсе, картина заметно меняется. Происходит отклонение подвеса в сторону экватора. С уменьшением широты местности увеличивается расстояние до оси вращения и возникает центробежная сила. Её величина пропорциональна косинусу угла широты местности. Складываясь с силой тяготения, она уменьшает силу тяжести. На экваторе центробежная сила достигает максимума, а сила тяжести минимума. Вес тела на экваторе на 0,3% меньше, чем на полюсах. Рассмотрим случай, когда тело движется относительно вращающейся системы координат, пренебрегая центробежной силой. Из законов механики мы знаем, что в этом случае на тело действует сила инерции кориолиза. Эта сила действует при любых направлениях и скоростях движения. Рассмотрим проявление силы кориолиза при движении в направлении, близком к меридиональному. Как видно из формулы, при движении поезда в северном полушарии, эта сила направлена вправо по ходу движения. В результате в северном полушарии возникает боковое давление на правый рельс по ходу движения поезда, вызывая износ и деформацию железнодорожных путей. В южном полушарии сила кориолиза направлена в сторону левого рельса. С изменением широты местности меняется угол между векторами и, соответственно, величина силы кориолиза. На полюсах эта сила максимальна. На экваторе, где угол равен нулю или 180 градусам, силы кориолиза не возникают. Рассмотрим движение в широтном направлении, используя для примера полет артиллерийского снаряда. Если бы земля была неподвижной, поражение цели не вызывало бы сомнения. При вращении земли мы убеждаемся, что сила кориолиза, действуя на полет снаряда, отклоняет его. В данном случае, прижимая его к земле. При движении с запада на восток, сила кориолиза направлена вверх. Однако эта сила много меньше веса снаряда и не сказывается заметно на траектории полета. Проявление силы инерции кориолиза можно проследить и на примере свободного падения тел. Построим векторы сил, действующих на тело, искусственно замедлив процесс падения. Вектор скорости тела направлен к земле и сила кориолиза вызывает отклонение траектории падения тела к востоку. Чем больше скорость тела, тем больше сила кориолиза. Эта сила возникает в результате суточного вращения Земли и сказывается на многих природных процессах. Так многие океанские течения имеют тенденцию изгибаться в южном полушарии влево, а в северном полушарии вправо. Ветры, регулярно дующие в разных частях света, подчиняются той же закономерности. Широко известно явление, называемое законом Бэра. Подмывание правых берегов рек, текущих в северном полушарии. В южном полушарии реки подмывают левые берега. Непосредственным доказательством вращения Земли может служить поворот плоскости свободных колебаний маятника. Это явление наглядно демонстрируется с помощью маятника Фуко. Такой маятник, например, установлен в Исаакевском соборе в Ленинграде. Маятник запускают вдоль направления меридиана. Поворот плоскости его колебаний наблюдает с помощью делений круговой шкалы. Рассмотрим это явление подробнее. С точки зрения внеземного наблюдателя плоскость колебаний маятника неподвижна. Но с точки зрения наблюдателя, находящегося на Земле, возникает сила кориолиса, которая приводит к отклонению плоскости колебаний маятника. Запущенный толчком из центра маятник описывает траекторию в виде розетки. Результат этого сложного движения земной наблюдатель воспринимает как поворот плоскости колебаний. С удалением точки подвеса маятника от полюса сила кориолиса уменьшается. Чем меньше широта местности, тем меньше скорость поворота плоскости колебаний. Так на широте Ленинграда плоскость колебаний поворачивается за час на 13 градусов, что отмечается падением контрольной вешки. Действие сил инерции на поверхности Земли помогает нам понять физический смысл явлений, происходящих в неинерциальных системах отсчета. Продолжение следует... Продолжение следует...